Кетчупы, соусы и майонезы И спеша с чувством, и самых свежих органических продуктов И есть с теми, кого любишь, за одним большим столом Бесконечным, скорее, ритм жизни мы лишаем себя самой жизни В эфире самое вкусное шоу страны «Магия кухни» Я его ведущая Диана Снегина Душевная кухня начинается здесь Готовить мы сегодня будем в компании талантливейших ребят Из группы 101, с Иваном Бреусовым и Владимиром Хан Здравствуйте, мальчики! Привет, Ирина! Привет, дорогие мои, очень-очень рада вас видеть Как дела, как дела, дорогая? Слушайте, а вы были уже здесь? Вот я не помню Мы бывали, по-моему Бывали, да? Ну, значит, все вам близко знакомо Бывали, как зрители, наверное Проходите, пожалуйста А вот мы можем здесь Не, мы давайте сюда, вот сначала покажу Давайте сюда Давай, справа от тебя Мы пришли не с пустыми руками Да, вот я вижу А с рецептом А мы сейчас выяснили, с чем мы там пришли, мы сейчас заглянем в корзинку С самыми натуральными продуктами опять Ну, я напомню, что наши блюда получаются вот такими вкусными, шедевральными, с натуральными продуктами Благодаря продукции наших друзей, генерального партнера магии кухни Компании «Евразинфоскорпорейшн» с брендами «Три желания», «Шедевр» и «Золотые горы» «Евразинфоскорпорейшн» традиции и качества с 1962 года А теперь рассказывайте и показывайте, с чем вы пришли, что будем готовить Сегодня мы готовим кускус Это очень классный продукт Он быстро готовится Очень здорово отражается на вашем, опять же, здоровье А также немножко, скажем, такая кухня уже более спортивная Это филе курицы, вернее Грудка Грудка, а готовим мы наггетсы Наггетсы, да Это спортивная еда, да? Да, конечно, спортивная Потому что это белок, понимаешь? Она дает массу Да, да, да Так, начнем мы, я так понимаю, с наггетсов, да? Да, конечно, дело в том, что курицу придется запечь, готовить Для этого потребуется время И начнем с нее А потом перейдем на кускус Ну, я очень рада, что вы поддержите нашего отечественного производителя Конечно И курица наверняка выращена тоже, может быть, даже где-нибудь на фирмах СГМО О, это важно Привезена с недалеких гор Алматы Хорошо, отлично Знаете, с чем пришли и куда пришли? Ну, давайте Так, начнем Что мы сделаем с... С курицей С курицей, да? Курицу мы нарежем одинаковыми кусочками Обваляем в сухарях вместе с сыром И вуаля И вуаля Растительное масло, бумага специальная для того, чтобы... Пергаментная Да, пергаментная бумага для того, чтобы наши кусочки не были жирными Это обязательно Вы же знаете, сейчас все поклонники Все Здоровой пищей, да, и мы тоже Я вот смотрю на вас, мальчишки Вы из спортзала вообще не выходите, видимо, да? Нет, выходим сегодня Сегодня утром вышли Да Так Диана Так, давай распределим обязанности Давайте я буду нарезать филе И буду... Давай, дорогой мой Скажем так, сторонний с вами разговаривать А Володя возьмет на себя всю массу эфира На грудь так что-то Подожди, может быть, ты тоже будешь филе резать? Не хочешь? Не хочу Ладно Нарывайте Хочешь? Никакого отрицания Я просто подумала, тогда быстрее будет Вырежем вот эти все косточки ненужные Косточки Диана, давай ты будешь как бы... Ты хозяйка, поэтому ты должна нас расслаблять немножко Хорошо, буду расслаблять Буду расслаблять беседы И как мы договорились за кадром Руки мою я вам, да? Да, Володя Нам продюсер сказал, если что, надо попросить Диану Она все сделала, сказала, пускай руки помоет Ну я очень рада, буду вам руки помыть, правда? Вась, скажи, пожалуйста, ты как хочешь резать? Я хочу, да, ты понимаешь Не толстый, да? Мы друг друга хорошо очень понимаем Нет, 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 я думаю, что очень будет Я думаю, много не надо резать, мальчишки Вот мне кажется, вот этого достаточно И Володя свою лепту внесет А куда же, в мусор? Подожди, как, подожди, ты хочешь как? Я хочу кусочечками, ты не переживай Они будут, да? А, вот так, да? Вот примерно, да Примерно такого размера Может быть, немножко меньше Потому что курица должна быть сочная Это грудинка, ты же понимаешь, да? Нарезаем вот такими кусочками Ребята, которые любят покушать Могут хорошо приготовить Все понятно Да Володя? Ты против? Нет, разметка любит Позди только одну часть А потом домой забрать В том году, как договаривались Все А у тебя одна мне Ребят, не вне эфира Пожалуйста, вот эти вот Так, слушайте Ну, с музыкой у вас все прекрасно Это мы все знаем Спасибо большое Мы вас очень любим И, конечно же, ротируетесь вы везде Где только можно Без вас Музыка, да? Я почему-то никогда не обращал внимания Что когда она идет реально фоном Тогда как-то веселее разговор А ты музыку набивай это В голове? Это уже на шизофрении Сердце скажи Нет, нет, нет Не будем о грустном Не будем о грустном И сердце Сегодня все весело Я всегда в эфире говорю Вот, несмотря на то, что эта песня грустная Она мне всегда так поднимает настроение Я даже тебе скажу такую фишку Я у себя на радио сделала очень Ну, всегда громко музыку Которую люблю Делаю, да? Вас я очень люблю Ваша музыка звучит очень громко Что сделал наш саунд? Он залез на эти колонки И сделал потише Чтобы я уже не могла ее делать на всю катушку Это невозможно Поставила ограничения Совершенно верно Понятно Это очень приятно Бесплатно ротируешь своих друзей Конечно Так вот и я к слову к тому Что с музыкой у вас все прекрасно А дружите ли вы с едой и с кухней? Вот расскажите Конечно Ты любишь, да? Конечно, дружим А кто не дружит с едой? Я не знаю Это должен быть суперхудой человек Или его не должно вообще быть Будешь подпишись салфеточку, пожалуйста Салфеточку Так, ну У нас все под рукой здесь Володя, привыкай Все, наверное, да? Сюда бросать Так, сначала мы бросаем Масло Масло Бросаем масло Мы бросаем масло Так Помощь нам? Да, сейчас Давайте еще какие-нибудь вещи Которые нам Делать, да? Может быть, параллельно будем готовить? А сейчас подожди Мы сначала обваливаем Да, поставим И просто забросим Забросим ее Она же все-таки должна готовиться Какое-то время Шесть рук будем, да? Закидывать это Масло нам нужно, чтобы обвалять Да? Или давай, знаешь что? Лист разделим на две части Да? Так Одну будет обваливать, значит, Володя А вторую я Вот так, да? Да, да, да Соревнование небольшое устроено Да нет, я шучу Так, сюда кладем Честно говоря, у нас все одинаково Все прямо одинаково Мы настолько У вас уже и вкусы одинаковые Клади сюда А ты не путаешь нас, когда разговариваешь? Я нет Я не думаю, что ты с Володей разговариваешь На самом деле, ты с Иваном разговариваешь Да Ты сюда А с этой чашкой что делаем? Нет, это мы туда Давай сюда все бросаем Нет, 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 подожди Мясо это сюда Все хорошо Дай, пожалуйста, соль, перец Так, пожалуйста, перец Соль, перец Он всегда поет Если поет Ванечка, а есть какие-то определенные продукты, которые влияют на голосовые связки ваши? Конечно, конечно Газированные напитки Нельзя, да? А, ну самое, знаешь, основное, что на голосовые связки влияет, это нервы Если человек много нервничает, у него садится голос, а потом он говорит Почему я постоянно пристываю? На самом деле это болезнь, скажем так, творческих людей, потому что они живут в другом мире, понимаешь? Им очень трудно ужиться в этом Ну вообще согласно я Володя не знает Я же люди космоса Вот открываю тебя заново Да, это как анекдоты про басистов До соль, до соль Он так и думает Так Чистая салфетка? Ну, как сказать Я просто хотела это Вспомня наказы на веты продюсера Все, понял Буду делать все за вас Ну, я до этого курицу, правда, вытирал, но ничего, лоб тоже Так, и так, правильно я делаю? Да, да, ты совершенно верно делаешь Нам нужно разогреть Духовку разогреть А сейчас, нет, давай сначала Духовку, да, надо разогреть Смотри, может быть, ее уже разогреть Слушай, у вас прям ничего делать не нужно, потому что все очень просто Нарезал, сделал, сделал Да, давай разговаривать Давайте разговаривать Расскажите, пожалуйста, кто дома у вас готовит? У нас? Да Ну, у тебя У меня жена очень хорошо стала готовить Стала? Да, потому что она раньше не особо любила это дело Пока сама не вникла в то, что она делает Я думала, пока с тобой не познакомилась Пока я ее не научил Нет, на самом деле я ей привил вот этот вкус Знаешь, это замечательно, когда ты сам готовишь то, что тебе нравится Конечно Ты получаешь в определенной ситуации, да И получаешь от этого и от готовки удовольствия И от потребления, скажем, того продукта, который ты готовишь Вот, и она сейчас очень классно готовит И готовит, я не знаю Тебе придется все-таки руки помыть мне Пожалуйста, что сделай Потому что тебе нужно будет в сухарях все Вот то, что я в сухарях Дай задание А что вот это оставить? Нет, это я сейчас все сделаю Я просто, да Нет, а ты параллельно в сухарики бросай Их же Да, их же Ты сказала про нереальные продукты Например, что значит? Ну, а ты знаешь, она стала добавлять в какие-то вещи, допустим, довольно классические Совершенно там неординарный подход там В плане того, что приправы используют какие-нибудь, допустим, индийские приправы Или какие-то еще там Которые раньше ты не подобрал, да? Перец разных видов, да Белый, там, красный, черный То есть вошла во вкус Да, вошла во вкус, и мне это очень нравится Я передаю тебе большой привет Дорогая моя любимая женщина Противень ставь, да, дорогой Слушай, как это здорово, Ванечка Сейчас я вас спутаю Ты вовремя говоришь Так, не порежьте Так, пергамент Запасность превыше всего Так, я только сорю Все, все Сори, сори, дорогой мой Отлично Ты только поближе к Ванечке встань Да, немножечко поближе Сорите весь, так сказать Сори добро Сори добро Другим назло Это точно Дело в том, что мы мужчины А мужчины всегда так готовят Чтобы все валилось Валялось Сыпалось И всего было много Не поваляешь, не поешь, как говорится Логично Расскажите, пожалуйста, про ваше творчество Потому что, ну, я не могу не задать Помню о том, что сейчас нас смотрят домохозяйки Может быть, даже визжат на кухне Глядя на вас Визжат от любви к вам, да От радости Так вот, нужно им рассказать Какие же у вас планы? Чем вы занимаетесь сейчас? Что у вас нового? Мы пишем сейчас новый альбом Если ты говоришь о группе 101 Да, конечно Пишем новый альбом И сейчас мы как бы очень выборочно к песням относимся То есть мы записываем некоторые песни Если они, в конце концов, в конечном результате Кому-то из нашей команды не нравятся Так Меняйте команду Скажем Нет Мы, скажем, выкидываем ее из альбома И идем дальше Вот так вот Да, творческий процесс, он довольно напряженный Потому что мы сейчас выросли и во вкусе в музыке И так, сказать, время не щадит Вот И поэтому сейчас очень выборочно относимся к песням Которые будут Хочем, чтобы услышали другие Да И когда мы услышим все это? Володя, когда? В этом году Ты же администратор у нас В этом году все будет Ну, намного сложнее стало, скажем, чем раньше было Раньше нам говорили, что петь, поэтому Было проще Так, слушай, немало ты сухарей сюда Вы меня сейчас обвиняете в жадности? Нет, в экономичности В экономии? Хорошо Ты же все-таки продюсер, менеджер Все, пожалуйста Маркетолог Еще я Ты скажи просто, что надо еще Я спокойно Все, выкладываем? Да Пожалуйста Так, давайте Давайте, я помогу красиво так это сделать Чтобы это было аппетитно Слушайте, мы очень много, по-моему, наггетцев сделали Хватит на всю команду Кстати, вы когда вот ездите на кастрюлю, что вы едите? Вы обращаете внимание вообще на еду? Или вам все? Конечно, обращаем внимание У всех есть свои приоритеты, вкус Вот Стас у нас, допустим, очень любит молочные продукты Там сладенькое все и так далее Сладенькое это все и так далее Наш сладенький Стасик все любит сладенькое А мы любим остренькое, мужское такое, знаете Понятно Мясо Ну, кстати, все равно с возрастом понимаешь, что лучшая еда – это натуральная еда И поэтому, если ты кушаешь жареное мясо, кстати, то к нему идет хорошо очень Ну, скажем, овощи, да, какие-то на гриле и так далее Ну, то есть мы вот стали разбираться, скажем так Ну, вы пробуете кухни тех стран, где гастролируете? Тех стран ты прямо так думаешь, да, нас? А что, не так? Ну, по крайней мере, ближайшие Турции и Эмираты, мне кажется, вы оттуда просто не вылазите Потому что, ну, любят наши ребята приглашать… Знаешь, мы любим очень свою страну В нашей стране есть на что посмотреть и есть где отдохнуть Я об этом Я знаю, что сейчас очень модно где-то там праздновать свадьбы, какие-то юбилеи Ну, бывали мы на таких мероприятиях, конечно Ты пытаешься как бы вкусить всю культуру, начиная с еды Да Открывайте Так, пожалуйста, пожалуйста Так, сколько минут? Десять минут на одной стороне и десять минут на другой А, перевернуть там нужно будет потом, да? Если у вас односторонняя духовка, да Если же она со всех сторон, тогда… Конвекторная Я думаю, 15 минут и хватит Ну, вот вы видите, да, как мы быстро втроем сделали, практически уже сделали наггетсы Ну, еще немножечко, и они будут готовы Поэтому мы сейчас все это уберем и перейдем уже ко второму блюду А на второе у нас… Кускус Кускус-тунцо Куриные наггетсы Куриное филе нарезать одинаковыми кусочками Обвалять их в растительном масле, посолить, поперчить, а затем обвалять в сухарях и сыре На противень выложить пергамент, затем курицу и отправить ее до готовности в духовку Подавать с чесночным соусом Приятного аппетита! Опять он за свое! Вот соберу урожай Будет зима сытая Что, упахался? Мечтатель Заживем мы с тобой, Маня Вот лучше поешь по-настоящему и заработай Натуральное сливочное масло из сливочек ядреных приготовленное Такое ароматное и вкусное Масло Золотые горы Настоящее, как обещали Ну, а теперь, с вашего позволения, мы переходим к приготовлению второго блюда Это у нас кускус с тунцом Все верно Я знаю, что кускус очень хорошо повышает гемоглобин и понижает плохой холестерин Вы, наверное, из этих соображений, да, выбрали это блюдо? Ну, до этого момента были другие соображения, но теперь точно эти соображения, да Повышает гемоглобин И что еще делать? Понижает плохой холестерин Отлично, да, и понижает холестерин Слушайте, значит, у нас это кускус, это тунец, да? Это тунец Кстати, тунец, его можно, да, и в консервированном виде он не теряет своих свойств Вот это свойство тунца самого Я думаю, что на нашей территории свежего ты не наешь Лимон, лук репчатый, лук... Красненький Красненький Лук перышками у нас и... Череп Это не парей, это перей Перей, да Перей, потому что... Ну и, конечно же, наше любимое масло, которым мы тоже будем заправлять И вот этот вот... Ну, знаешь, чтобы тебе не мешать, ты разберись с кускусом А, хорошо, давайте Возьмем вот эти вот овощи замечательные И это твой нож Нет, это оставь овощи, я тогда туда кускус залью А я вам дам Ну, хорошо А, мы будем резать Да, заходи сюда, проходи Займись мужской работой, наконец Да я хотел просто кускус залить Ну ладно Я залью, не переживай Ты боишься, да? Что-то я сделаю не так Нет Просто кускус, я меньше станешь Я первый раз заливаю кускус Следи, Володя, следи Так Итак, мы заливаем для начала кускус горячей водой Параллельно мальчики режут лук, черри, лук, кольца... Если у вас нет дома мальчиков, наймите Кстати, а вы на дом выезжайте? К вам выедем Спасибо И, конечно же, будем ожидать того, что он разбухнет Да, он разбухнет, причем в два раза А, в два раза Воды надо ровно столько же налить Ну-ка, посмотри, Вов, хватит или еще? Да, я думаю, надо еще, наверное Еще, да? Вот так, наверное, сейчас я перемешаю И закрою, наверное А, еще надо вот взять тунец и размять А, размять нужно будет потом, когда мы добавим зелень к ней А, зелень размять, да? Все вместе Ага Не, я могу сейчас, пока вы творите Да, но хоть чем-то вы занимались Творите добро Скажите, пожалуйста Хочи, займитесь, пожалуйста Разрешите Ну, вас уже можно смело назвать легендарной группой Хотите вы того или нет Ну, вот на каком этапе сейчас вы находитесь? Вот как можно назвать данный этап вашего творчества? Этап легенды Этап легенды у нас сейчас Спасибо за легендарную, конечно Но в последнее время мы очень часто в свою сторону слышим Вы знаете, мы выросли на ваших песнях Это, честно говоря, немного нас тревожит Потому что мы-то себя очень молодыми ощущаем А людей, к сожалению, нет Ты знаешь, Иван Да Есть такие на Западе исполнители, которые спели буквально одну песню И уже стали легендарными И на этой песне Хотя они молодые Динамичные Группа Иглс очень молодая Энергичная Все ли они ходят в Калифорнию в 50 лет? А до Иглс это были Animals? Ну, то есть Одни животные Конечно Кстати, вам каждый раз задают вопрос Почему 101? И все-таки Почему же 101? Мы работаем на 101% Это официальная версия А не официальная? Неофициальная мы не будем озвучивать Она слишком отрешенная Я знаю, вы берете за выступление не 100 тысяч долларов А 101 тысячи долларов Правда, не знаю, кому это отдадет Не будем это говорить Но это так Одна смотрит на логовики Кстати, сейчас да Кстати, сейчас да А, уже соприкасались с этим, да? Вот поэтому ты везде возишь с собой кассовый аппарат, Володь? Я поняла Ну, а чем вы занимаетесь в свободное время? Вообще бывает такое? Играем на бильярде Так Володя ходит в зал Мы в это время там пьем кофе Ну, ты, я смотрю, тоже не пропускаешь зал? Нет, нет Это просто физика такая, понимаете? Есть порода А, нет, так ты скажи Повезло Понятие порода, да Вот Так, а я посмотрю на гетто Спасибо маме и папе А Володя приходит вручную делать Шучу, шучу Ну, да, понимаю Шучу На самом деле я долгое время занимался Просто сейчас я очень много времени провожу на студии И мне некогда, честно говоря Признаюсь честно вот всем Ну, некогда Ну, сейчас ты занимаешься, тебе некогда Ну, скажи, пожалуйста Я пишу много музыки А Я же музыкальный продюсер Да Ты куда в это все сейчас делаешь? Ты, по-моему, вначале это говорила Скажи, пожалуйста Что? Туда? Я думаю, что да, все вместе, потому что это все в кускус идет Это мы добавляем цветов и витаминов, так скажем Стол чистый, так что все хорошо Так, лимоном мы заливаем потом наш Лимоном мы просто отрезаем ему вот это самое место, которое нельзя озвучивать у вас на передаче И добавляем сок Не маловато Так, все готово Все готово Все готово О, а кускус-то уже в себя принял водичку-то? Как быстро Вань, ты какой будешь это самое? Выжимать этот или этот? Вот этот Хватит этого? Я думаю, что хватит Да? Ну, хорошо Вы хотите прям очень так, чтобы это ядреный? Не-не, пускай как будет Но я думаю, наверное, уже можно Как карта ляжет Да? Отлично выглядит Отлично, по-моему Пойдемте Так, теперь давайте диктуйте, пожалуйста, что мы делаем Нам нужно тунец смешать с зеленью Я думаю, что ничего страшного не произойдет, если я сделаю это сюда А я пока, наверное, сюда маслица добавлю Да, пожалуйста, пожалуйста Диана, вы хозяйка тут? Да, но рецепты-то ваши Рецепты-то, да Рецепты-то, да Я думаю, что без помидоров это надо сделать, потому что помидоры будут некрасивые Ну, сделай, да Ну, хоть одним глазом глянь, что это делать, поконтролировать Так, ну, я смотрю, вы привезли еще и оливковое масло Поэтому я, наверное, чуть-чуть капну для аромата, для запаха, да? Да, но только не слишком много Хорошо Заберем обратно Я поняла У нас в следующей передаче там съемочки Кстати, а вы часто семьями проводите время? Вот, к сожалению, сейчас не часто Не часто, да? Вот Володя, знаешь, в поисках Володь, ты можешь сейчас прямо вот на камеру сказать Что я должен сказать? Свой номер телефона Ты красивый, молодой, холостой Ну, здесь уже поспорил бы в некоторых моментах Ну, холостой, точно Красивый, да Я представляю сейчас, как по второму кругу визжат девчонки Володя холостой Да, Володя холостой Ну Холостяк Да, есть И его кухня одинока Совершенно одинока Ну, не только кухня Ну, и не только кухня, да Ну, и домашний генотеатр тоже Ложи В поисках лучших ингредиентов Они могут объехать весь мир Выбирая только самые свежие Вкусные и полезные продукты Ведь готовят они для своих родных А родных у них миллионы Майонезы, соусы и кетчупы – три желания Готовим для родных Так, смотрите, я смешала Теперь мы Да, теперь мы смешиваем это все О, так это нужно большую чашку Ну, да А что с курицей у нас? А может быть выложим на вот эту? Красиво вот так вот, горочкой Не получится Не получится Давай сначала вот здесь частями, наверное, размешаем, мне кажется Ну, чтобы оно не то... Диана, скажите, а мне кажется, курицу надо перевернуть Как вы думаете? Да, я вот смотрела только что, но я с тобой согласна Вернусь все-таки надо Давайте я помогу Ага Вот вообще марокканцы, когда делают кускус Они выкладывают на огромное блюдо его И сверху добавляют какие-то вещи там Например? Ну, мясо там, я не знаю Перец, ну, у них много всяких А, то есть это марокканское блюдо, да? Ну, по идее, это, да, похоже на марокканское блюдо Но это интерпретация, скажем, наша Потому что продукты все практически, которые мы можем здесь найти А не в марокку, да? Ну, конечно, сейчас уже все продается Я выкладываю сверху, да? Красиво оформляю Давай, дорогой, выкладывай Хорошо Отлично Лимон надо еще, Ванечка Я помню, да Соль, перец надо тоже добавить Я помню, помню Соль, перец, лимон Тем более вы остренько едите Да А форме как-то вот так вот более красиво это Что-то Ваня там замесил Я думаю, Вов, достаточно Достаточно, да? Дорога Оливковое масло Это куда? И сок лимончика А как вы любите отдыхать? Вот что для вас полноценный отдых? Для меня отдых это моя любимая работа, которой я занимаюсь на студии Нет, ну как-то же переключать Нужна деятельность? А я думаю, что лучше не переключать Потому что когда ты думаешь о мирских каких-то вещах Тогда ты не можешь писать То есть художник должен быть голодным, без отдыха? Конечно, конечно Ну, голодным я бы не сказал С легким чувством голода Да, с легким чувством Не переедать, это очень хорошо Уметь себя контролировать Вась, посолил? Да Поперчил? Нет По лимонию? По лимонию Я просто по лимонию Да Я думаю, что когда мы будем раскладывать по маленьким чашечкам Каждый себе добавит и соли, и перца столько, сколько нужно Да, я всегда за это Я тоже за это Серпеть не могут перестать Слушай, а давай переложим в нормальную, красивую чашку А я говорил Нет, ну теперь-то мы уже можем На плоскую, на плоское блюдо Так Сейчас мы будем перекладывать, это будет уже некрасиво Так, красиво сделаем Да? Красиво сделаем Хорошо Это как? Ну вы же творческие люди Давай вот так вот Я бы по-мужски взял бы Накрыл бы Хопа Нет, ну тогда все наоборот будет А какая разница? Ну подожди, а что, мы перемешивать не будем это? Перемешиваем мы, когда раскладываем по тарелкам Ну, ребят, ну что вы Это же неэстетично будет, если все это замешать Извините, это такие тонкости Простите моего друга Они сговорились Ты любишь, чтобы все было, да? Да, чики-пуки, да Чики-пуки А помните детство свое? Я имею в виду какие-то блюда из детства, помните? Конечно, ненавистную манную кашу Я очень хорошо помню школьную кашу Да ты помнишь ее как вкусное блюдо Или как то, которое ты терпеть не можешь? Терпеть ненавижу Терпеть не мог Почему-то в школе раньше давали манную кашу Ее можно было взять и вот так подвести Серьезно? Ну да, можно было ударить Чингал поставить А что ты помнишь? Я что помню? Из ненавистных блюд? Нет, давай из любимых Ну, с детства я любил апельсины очень Ну, мы пока сейчас, наверное, уже начнем Вынимать наггетсы наши И украшать стол, чтобы приступить уже к обеду Кускус тунцом Кускус залить кипятком и оставить на несколько минут Красный и репчатый лук порезать полукольцами Зеленый лук небольшими колечками Готовый кускус заправить растительным маслом Помидоры черри порезать пополам Смешать с тремя видами лука Тунцом и добавить кускус Перед подачей заправить все оливковым маслом И сбрызнуть лимонным соком Приятного аппетита! Чем бы мы ни занимались и где бы ни были Хорошо находить время для того, чтобы собраться с любимыми друзьями Повозиться часик-другой на кухне А после вместе собраться за общим столом Иван, Владимир, спасибо вам большое за такую приятную беседу За такую великолепную компанию И за такой шикарный обед Вот посмотрите, что мы приготовили сегодня Еще один маленький жест Вот я об этом же Кускус с тунцом И с овощами И наггетсы С любимым соусом Сырно-чесночный соус Я думаю, этот вкус дополнит ароматом Ну точно не испортит Я хочу вручить вам Вот эти замечательные корзины С продукцией нашего генерального партнера Спасибо большое Евразин Спуск Корпорейшн С брендами «Три желания», «Шедевр» и «Золотые горы» Не переставайте творить на кухне, радовать нас И, конечно же, песнями тоже Не забывайте Хорошо Друзья, настала пора прощаться Вы смотрели шоу «Магия кухни» на телеканале «Хабар» Приятного аппетита Я так А вы ставьте, пожалуйста, корзинки свои И будем пробовать Субтитры подогнал «Симон» Кетчуп «Три желания» Сделан самой природой Субтитры подогнал «Симон»